Агентства воздушных сообщений в центре Стургута пытаются продать уже не в первый раз. Все предыдущие попытки успехом не увенчались. Пока еще прибыльный актив в центре города никак не заинтересовал инвесторов. Внеочередное заседание Думы посвятили обсуждению того, стоит или нет выставлять предприятие на торги еще раз. Приватизация пакета акций планируется путем проведения аукционно-электронной формы. В январе этого года завершается срок действия экспертизы, которая определяет начальную стоимость актива. На исследование ранее были затрачены бюджетные деньги, значит и темой занимались, понимая необходимость такого шага. Потому широкого обсуждения, стоит или нет продавать акции Агентства воздушных сообщений, в этот раз не было. У нас не получится пробел в том, где люди будут брать такие документы, чтобы дочитаться. Потому что очень много его не будет. Мы продаем бизнес, бизнес на сегодняшний день, как он есть, так он и планируется к тому, чтобы остаться. Дальнейший вид деятельности на этих, скажем так, этого актива, в общем-то нам неизвестен, если смотрят кто приобретет. А вообще, я сказал, альтернатива, вот, получать мест получения, скажем так, билетов, либо справок, я вам сказал. Справку о стоимости билета можно получить непосредственно у того перевозчика, у которого, которым вы, скажем так, летали, либо ездили. Пока предприятие еще приносит прибыль, уверяют чиновники. Но уже вскоре ситуация может в корне измениться. В связи с тем, что большинство сервисов у нас уходит, ну, скажем, в онлайн, да, и в какие-то другие, скажем так, виды деятельности, не связанные с прямым посещением агентства аэрослота, ну, агентства вообще в принципе, да, то мы в дальнейшем прогнозируем падение прибыли. И, как следствие, буквально в ближайшей перспективе, там, два-три года уход, ну, на самом деле в минус. Депутаты инициативу поддержали единогласно. До конца месяца в мэрии сдадут распоряжение о проведении аукциона и объявят его на одну из электронных площадок. В проекте бюджета на текущий год, принятом в конце 2019-го, доходы от реализации акции агентства воздушных сообщений были учтены. Мы надеемся, что все-таки найдется у покупателей этот объект. Цена достаточно весомая, 300 с лишним миллионов рублей. И, конечно, мы бы хотели получить эти деньги для того, чтобы в этом году уже реализовать еще больше социальных и других проектов в городе. Деньги нам нужны, вы знаете, что это и придомовые территории, это и дороги, это и инфраструктура, это и комфортная городская среда. То есть, куда деньги потратить в городе есть, поэтому надеемся, что состоится конкурс. В прошлом году администрация Сургута реализовала другой актив – здание центральной аптеки на проспекте Ленина. Для рецептурного отдела фарматочки приобрели помещение на другом проспекте Мира. Ремонт там с опозданием на несколько месяцев все же начали, а открытие пока планируется на конец апреля. Дмитрий Круковец, Андрей Шевченко, Сургут Интерновости. Дмитрий Круковец, Андрей Шевченко, Сургут Интерновости.